6 октября 2012 года в Петровском зале гостиницы «Националь» состоялся учредительный съезд Национально-демократической партии России. О создании партии националисты говорили давно. В программных документах подчеркивается необходимость обеспечения равноправия всех субъектов Российской Федерации и упрощения структуры правительства, а также необходимость совмещения постов президента и премьер-министра. В общем, обещаний много, и все они идут вразрез с курсом, проводимым Кремлем. Тем более, что буквально вчера Путин подписал с Эмумали Рахмоновым договор, дающий мигрантам из Таджикистана право трудоустраиваться в России на период до трех лет. Создается впечатление, что путинской хунтой взят жесткий курс на замещение вечно недовольного русского народа на послушную армию гастарбайтеров, которые и нужны-то лишь для того, чтобы обеспечивать нефтегазовую трубу. Итак, появилась такая партия. Что дальше? Дальше, естественно, регистрация, потом участие в выборах. Что же еще? Партия в этом отношении – это штука известная. Заточена она ровно на одно – на представительство во власти. Этим мы и собираемся заняться. Ваш прогноз – эта партия может прийти к власти? Я думаю сейчас, что, скорее всего, мы одни вот так вот все политическое поле не заполним. Хотя, может быть, мне, конечно, как человеку отчасти тщеславному этого бы хотелось. На что я рассчитываю? Так это на широкую коллекцию демократических, в хорошем смысле слова, сил, которые действительно имеют шанс к власти прийти и к которой мы, конечно, хотим играть не последнюю роль. Делегаты шутят в кулуарах. Вот будет весело, если и здесь победит Путин. Но такого не произошло. Чуров не появился. Выборы прошли не по-чуровски. В избранный Центральный комитет Национально-демократической партии России вошли 11 человек. В их числе Тор, Кузнецов, Антонов, Светенков, Храмов. Теперь осталось пройти регистрацию в Минюсте. Власть будет называть вас русскими фашистами. Как вы будете на это реагировать? Каким образом вы докажете населению, что это неправда? Вы знаете, фашисты выступают за приоритет тотального государства. Тотальное государство – это всегда подавление воли народа. А мы, русские националисты, мы выступаем за то, что именно народ, именно граждане должны иметь приоритет над государственной машиной. Именно народ определяет, каким быть правительством. И правительство работает для нужд народа, а не наоборот. Что правительство определяет, какой у нас народ, и правительство использует народ, как уголек своей топливы. В этом отношении, на самом деле, если говорить о России, то классические фашистские организации – это движение «Наши», это группа «Стали», это в конце партии «Единая Россия». Они носят все признаки фашистских организаций. А мы – русские национал-демократы. Мы считаем, что имеет примат интерес граждан. Мы убеждены, что в России интересы гражданского большинства совпадают с интересами национального большинства. Мы убеждены и в том, что коренным национальным интересам русского народа – это построение демократического государства в России, которое служило бы к пользе и интересам русских, к пользе большинства граждан России. Итак, в России появилась еще одна партия. И нравится Кремлю это или нет, но с ней все равно придется считаться. Саша Сотник, Дмитрий Милехин, Политвестник ТВ.